День города. Рязаньстад посчитала всех предпринимателей. Сумеречная зона. Сотрудники ГИБДД просят пешеходов носить на улицах светоотражающие элементы. Стоила ли овчинка выделки? Полицейские задержали грабителя общежития. Со следующего понедельника в Рязани стартует отопительный сезон. Что касается жилого фонда, социалку начнут греть раньше. Такое распоряжение подписала глава администрации Елена Сорокина. Сообщила она об этом на своей страничке в соцсети. По словам Сорокиной, с начала недели от жителей города поступали обращения, что в помещениях соцсферы стало прохладно. Поэтому в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта тепло дадут раньше, уже завтра. Об этом же сообщает и сайт городской администрации. С 16 сентября начнется процесс заполнения централизованной системы теплоснабжения от Новорязанской и Дягилевской ТЭЦ, котельных РМПТС и ведомственных котельных. При этом гидромедцентр прогнозирует в ближайшие дни довольно теплую погоду. По всем возникающим проблемам в период начала топительного сезона жителям следует обращаться в свои управляющие организации или в Управление энергетики и ЖКХ. Номера телефонов на сайте городской мэрии. А накануне вечером городские власти вместе с общественниками принимали ремонт лесопарка. Территория стала победителем рейтингового голосования по отбору общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За лесопарк проголосовало более 7 тысяч жителей города. В рамках благоустройства в этом сезоне предстояло сделать дорожное покрытие на участке от моста до первого разворотного круга, разместить две велопарковки, урны для пешеходов и велосипедистов, установить видеокамеры, указатели, парковые качели, скамейки со спинками, стулья, кормушки, три разных ксилофона, а также новый остановочный павильон. Затопление после весеннего разлива заставило всех понервничать, но работы успели сдать в срок. Мы тут, так как живем рядом и часто тут гуляем и катаемся на велосипедах, ну мы, естественно, смотрели за всем ходом работы. И то есть, когда увидели и технику, думали сначала после этого затопления, когда же это все начнется. Ну а потом оказалось, что работы были проведены очень быстро и качественно, и так интересно. В общем, каждый раз тут было что-то интересное происходило. Надо сказать, к пожеланиям людей при реализации проекта прислушались и учли. Спасибо жителям, что каждый день у нас контролировали нас, каждый день оставляли свои замечания, предложения, мы старались на них на всех откликнуться. Поэтому и завершение работы оценивает общественность. В народной приемке участвовали местные жители от мала до велика. Пришли оценить работы подрядчиков, даже те, кто еще помнит времена, когда лесопарка здесь вообще не было. Я живу 62-го года. На улице Лесопарково 12, дробь 3 жила. Я его помню маленьким, деревья были маленькие, сажали все. Здесь было вот поле этих огурцов. Так как я в парту работала, нас иногда привлекали, чтобы мы собирали эти огурцы. Моя мама работала в школе, с учениками сажал этот лесопарк. Это в середине 50-х годов. До 2018 года я сюда даже, как говорится, ногой не ступал. Когда лесопарк просто стали его делать, он, на мой взгляд, на данный момент, он лучше городского парка. Действительно так. Потому что проект получился поистине народным. На всех этапах от голосования и разработки до реализации местные были активны. Мы и с радостью голосовали за то, чтобы лесопарк, благоустройство его попало в этот национальный проект. И участвовали в обсуждении. То есть мы активно участвовали. Очень хотелось. Потому что место чудесное, но было ужасно запущенным. Поэтому было грустно видеть, что вот такой ресурс пропадает просто никуда. Кроме прочего, на территории провели санитарную прочистку и удаление аварийных деревьев. Посеяли газон. Его качество можно будет оценить в будущем году, когда трава взойдет. Работы завершены в срок. Подрядчику огромное спасибо. Фактически работы выполнялись два с половиной месяца. Хотя контракт был закручен 1 апреля, но к работам из-за большого разлива смогли приступить только 15 июля. Поэтому такой результат считаем достижением. Стоимость проделанной работы 51 миллион 200 тысяч рублей. В следующем году запланирован второй этап работ. В него войдут благоустройство оставшегося участка дороги, набережной территории и пляжа Орехового озера. Предложение по благоустройству можно оставить под соответствующим постом в официальной группе администрации города в социальных сетях. Служба «Рязаньстат» подвела итоги экономической переписи малого бизнеса. Годовая выручка от продажи продукции собственного производства рязанских предприятий составила около полумиллиарда рублей. Остальные занимательные цифры в нашем обзоре. Малый бизнес в Рязанской области скорее жив, чем мертв. Коронавирус, конечно, не прошел даром. В абсолютных цифрах число предпринимателей снизилось на 2 тысячи, но зато для оставшихся в регионе обеспечили максимальную поддержку. Власти уполовинили для них транспортный налог, налог на вмененку и много чего еще, включая субсидии на покупку нового оборудования. И, в общем-то, логично, что сегодня треть всех налоговых поступлений из этой сферы. Промежуточный лидер – налог на прибыль. Налог на прибыль поступил в объеме 12,6 миллиарда и продемонстрировал сайвами высокие темпы роста – 175,1%. Такие высокие темпы обусловлены результатами работы налогоплательщиков в 2021 году и первом квартале текущего года, то есть в том периоде, на который еще не оказались влияния санкции, введенные в отношении нашей страны. Социальная функция малого бизнеса сегодня один из важнейших показателей. В Рязанской области больше 9 тысяч малых и микропредприятий обеспечивают рабочими местами 91 тысячу сотрудников. Треть всех долгосрочных вложений компании сделали в производственное оборудование, а также машины и компьютерную технику. Годовая выручка от реализации продукции собственного производства в 2020 году составила 410 миллиардов рублей. Цифры пусть и несколько запоздалые, все-таки 2020 год, но динамику проследить можно. Меры поддержки все-таки свою роль сыграли. Всего на территории Рязанской области на данный момент действует более 30 мер поддержки предпринимательства по различным направлениям от мер в области налогового законодательства до предоставления субсидий и льготных займов. Зарегистрировано 27 555 индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-фермерских хозяйств с ростом к соответствующему периоду 2021 года на 1196 единиц или на 5%. Рост предприятий малого и среднего бизнеса, пусть и небольшой, конечно, влияет и на валовый региональный продукт. Доля предпринимательства здесь 31%. Свой вклад в рязанскую экономику вносит и 14,5 тысяч ИП. Их годовая выручка, по данным Резстата, составила 104 миллиарда рублей. Индивидуальных предпринимателей в области уже больше 40 тысяч человек и, судя по всему, госпреференции только увеличили привлекательность сферы такого большого малого бизнеса. Осень, по данным госавтоинспекции, пора горячая, количество ДТП с пешеходами растет постоянно. Понятно, что причины разные. Это и уменьшение светового дня, значит, ранние сумерки. Это и увеличение количества самих пешеходов. Как сделать так, чтобы статистика не росла, расскажем далее. Площадь свободы, круговое движение. Четыре нерегулируемых пешеходных перехода. Тут нет большого потока машин даже в час пик. Но пешеходы не торопятся лезть под колеса авто. Они спокойно ждут на тротуаре, когда водители остановятся перед зеброй. И только тогда начинают движение. А может, к такой аккуратности пешеходов подталкивает один только вид сотрудника ГИБДД. Сегодня у правоохранителей рейд. Обращают внимание и на водителей, которые пешеходов не пропускают, и на людей, которые слепо бросаются под колеса. В прошлые рейды такие были. Сейчас же все кажутся куда законопослушнее. И словно знают на зубок главное правило. Пешеход выходить на проезжую часть может лишь после того, как полностью убедился в своей безопасности. Даже на регулируемом пешеходном переходе, когда у нас загорелся зеленый разрешающий сигнал для пешеходов, пешеход обязательно должен посмотреть и убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают пешехода. В госавтоинспекции уже подсчитали статистику по ДТП с пешеходами. За 8 месяцев зарегистрирована 201 авария. После них с травмами осталось 188 пешеходов. Еще 26 человек погибло. По обыкновению в осенние месяцы цифры начинают расти. Поэтому в ГИБДД напомнили основные правила. Перед переходом нужно первым делом убедиться в безопасности движения. Автомобиль за секунду не затормозит. Да и любит народ надевать черную одежду, сетуют в госавтоинспекции. Поэтому вечером в сумерках человека сложно заметить. В таком случае стоит использовать световозвращающие элементы на одежде. Особенно самым юным пешеходам. Все детки, которые идут в школу, обратите внимание, уважаемые родители, чтобы на их рюкзаках в обязательном порядке были световозвращающие элементы. Как правило, сейчас они идут уже оборудованы изначально. Но вот при покупке рюкзака на это очень следует обратить внимание, чтобы такие элементы были еще и с разных сторон. И на лямке рюкзака, чтобы это было впереди видно на пешеходе. Сбоку рюкзака, чтобы когда идет боком пешеход, и сзади рюкзака. Как одежду, так и рюкзаки уже продаются световозвращающими элементами. Таких ярких пешеходов водитель в темное время суток легко заметит. Если на одежде светлого элемента нет, то можно купить полосы или значки. Притом не только юным участникам дорожного движения. В Рязани произошла довольно необычная кража. Совершить ее злоумышленники решили в два этапа. Но изначально план был довольно специфичен – обокрасть общежитие. Получился ли большой куш в нашем следующем репортаже. История сродни сказке Федорина «Горе» произошла в рязанском общежитии. Только пропала из комнаты не посуда, а бытовая техника. Первым ушел холодильник. Его по возвращению домой не обнаружил 59-летний рязанец. Да и входная дверь была приоткрыта. То ли этому случаю он не придал значения, то ли решил повременить с обращением в полицию. Однако на следующий день ситуация повторилась. Сбежали сразу два предмета бытовой техники – телевизор и микроволновая печь. Решив, что ног у домашней утвари нет, мужчина обратился в полицию. И не зря. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 39-летнего неработающего рязанца. Ранее судимого за кражу и грабеж. Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него часть похищенного. Мужчина оказывается на свободе совсем недавно. Освободился он из мест не столь отдаленных 10 августа. Полицейские установили, что в общежитии на улице Березова он ходил к знакомому. Там заветную комнатку и приметил. Дверь в нее была не закрыта. Два и два рецидивист сложил быстро. Первым делом пошел договариваться к знакомому водителю, помочь перевезти вещи. Получив согласие, говорят полицейские, мужчина, что называется, пошел на дело. Днем, пока хозяина заветной комнаты нет. Злоумышленник отжал дверь, вошел внутрь и за два дня вынес часть бытовой техники. Полицейские сработали оперативно. За что задержан? За кражу. Какую? Квартира. Где совершил? Березову 20. Путем повреждения входа дверь. Уголовное дело возбуждено по уже привычной рецидивисту статье. Кража. Сейчас мужчина заключен под стражей. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова